Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У ребёнка частые перепады настроения, то есть с ним она ведётся заветливо, но я всё равно замечаю, что бывают моменты плохого. Вот с ночи к 11-12 часам она начинает плакать достаточно сильно, при этом она это от меня скрывает. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Ну, если мы говорим о феноменологии поведения ребёнка, то она, феноменология, честно связана с семейной системой. Естественно, что не всегда и не только связано это с семейной системой, но чаще всего ситуация такова, что именно семья, именно ситуация в семье, скажем так, играет здесь одну из определяющих ролей. и соответственно частые перепады настроения ребёнка, ребёнка связаны с общей, как правило, атмосферой нестабильности в семье. То есть, когда окружающие ребёнка взрослые люди, скажем так, не отличаются стабильностью, уверенностью, спокойствием. Когда есть, что называется, то, что можно назвать запретными темами. То есть, например, вот почему ребёнок, да, допустим, скрывает то, что у него там вот что-то плохое, да, почему ребёнок скрывает то, что с ним что-то происходит. Он скрывает потому, что имеется, имеет место быть какая-то негативная реакция на это со стороны родителей. Ну или со стороны у кого-то из близких. Когда вот подобное проявление ребёнка было встречено как-то для него травмирующе. То есть, это угроза, это ожидание какой-то опасности, это неуверенность, это невозможность доверять. Ну, в смысле, невозможность доверять взрослым, невозможность как бы ощутить себя, ну вот в этом смысле, как-то защищённо, что ли. То есть, ребёнок как бы чувствует постоянно, ну, скажем так, напряжение. Вот. И, соответственно, это выражается в его таком поведении, в его такой реакции. Соответственно, здесь, на мой взгляд, нужно проанализировать ваши отношения в семье, проанализировать то, насколько спокойны и уверены в себе вы, в первую очередь, как мама. И, соответственно, дальше уже будет несколько более понятно, с чем мы имеем дело и, соответственно, более понятно будет, что происходит. Дальше. Дальше. Сокрытие. Это стыд. То есть, если ребёнок что-то скрывает, значит, речь идёт про стыд, речь идёт про чувство стыда у ребёнка. И, соответственно, важно увидеть, каким образом ребёнок научился стыдиться. Да? То есть, у кого ребёнок по факту узнал, что неправильно или как-то вот деструктивно говорить о своих чувствах. То есть, у кого ребёнок, я думаю, научил. Это может быть прямо не относиться к нему, ну, в данном случае к ней, поскольку речь идёт, я так понимаю, о вашей дочери. Прямо к ней это может не относиться, но если ребёнок увидит, что, ну, вот, как-то вот обращаются с, условно говоря, с какими-то чувствами взрослые, то он будет позиционировать себя в данном случае так же, потому что ребёнок перенимает модель поведения взрослых. Итого, я могу сделать небольшой резюме, сказав, что в вашей семье может отсутствовать элементарная система, ну, например, элементарная система доверия. Есть какие-то запретные темы и есть, вероятно, негласное порицание открытости, есть негласное порицание проявления чувств. Может быть, даже имеет место быть какой-то запрет на грусть. То есть, вот, то, что вы описываете, да, что ребёнку там может быть плохо, она может быть грустит, вот, она как бы не хочет показывать вам, что она грустит. Почему-то, да, то есть, вполне вероятно, что к ней может предъявляться негласное, я повторюсь, негласное и негласное, то есть, прямо, вербально не выраженное требование, не грустит. То есть, вот, есть, есть такие семейные системы, где к плохому настроению человека, грусти, просто какой-то вот такой, к сниженности настроения, вот, относятся, ну, вот, как-то не очень хорошо. То есть, вот, такое бывает, такое бывает, и, соответственно, ребёнок достаточно быстро учится, достаточно быстро научается эти моменты как-то вот скрывать, не показывать, не демонстрировать. Вот, и тогда, то есть, идея здесь не в том, чтобы понять, с чем это связано, потому что связано это может быть со многими, как я надеюсь, вы уже поняли, факторами, а связаны. А главное здесь в том, чтобы подкорректировать вашу семейную систему, проанализировать такую важную часть, как общение с ребёнком, в том числе непрямое общение с ребёнком. То есть, это такая форма взаимодействия, такая форма общения, когда прямая коммуникация с ребёнком отсутствует, прямой коммуникации с ребёнком нет, но всё равно какие-то мысли ребёнку транслируются. Всё равно какие-то элементы, какие-то послания, может быть, ребёнку всё равно идут. И в этом смысле мы можем говорить о том, что родители не придают очень частое значение этому. Ну, то есть, родители довольно часто это просто игнорируют, предполагают, что значение имеет только прямое взаимодействие с ребёнком, прямая коммуникация с ребёнком. Вот. Хотя, на самом деле, это не совсем так. На самом деле, не только прямая коммуникация не имеет значения. Вот. Также, смотрите, какой здесь есть важный, на мой взгляд, момент. То есть, если вы сами испытываете тревогу, если вы сами как-то вот, ну, может быть, довольно часто переживаете, ну, вот, по какому-то поводу, да, если вы довольно часто испытываете вот такие ощущения, то ребёнок, соответственно, перенимает это у вас, научается такой модели поведения. И, соответственно, если у вас в отношениях с, например, отзывом ребёнка, с близкими родственниками, с окружением отсутствует искренность, отсутствует открытость. Вот. Присутствуют. Так. Присутствуют такие тенденции, как, ну, допустим, игра. То есть, если вы играете в отношениях, не в смысле вы не в серьезном отношении, а если вы скрываете свои чувства, боитесь что-то показать, вот, хотите, ну, вот, знаете, сохранить лицо, как вот иногда говорят, да, то есть вот я боюсь, говорят иногда, я боюсь потерять лицо, да, да, то есть я боюсь, там, условно говоря, ну, опозориться, например, вот. Если у вас вот такая тенденция присутствует, то естественным образом ребёнок также, ну, будет в этом направлении как-то двигаться. То есть ребёнок будет действовать по такой же примерной схеме, по такой же примерной модели поведения. Это очень важно зафиксировать, это очень важно увидеть, вот, очень важно это заметить. Потому что там, то, что делаете вы, то же самое делает и ребёнок. Но, возможно, и обратная ситуация. Когда ребёнок делает то, что вы сами бы в тайне хотели. То есть когда вы чего-то категорически не делаете, но ребёнок это делает. Такое бывает. То есть, например, вы, допустим, со всеми выстраиваете открытые отношения. Вы, как бы, всем, как бы, демонстрируете, ну, что называется, предельную честность. Допустим. Допустим. Вот. Но ребёнок при этом что-то скрывает. В этом случае можно говорить о том, мы можем в этом случае говорить о том, что ребёнок отражает вам то, что вы сами бы хотели. Вот. То есть, ну, как бы, ваши скрытые такие вот, скажем так, желания. И, соответственно, здесь, как мне кажется, история про честность. Здесь, как мне кажется, история про то, насколько вы честны сами с собой. Вот. Вот. Как мне кажется, здесь какая история. Если вы, ну, вот, сами с собой нечестны. Если вы склонны к тому, чтобы себя обманывать, например. Нет. Вот. Если вы склонны больше к тому, чтобы пытаться кем-то быть, да, но не являться этим человеком, вот, то ребёнок, скорее всего, будет, ну, испытывать такие вот негативные переживания. Вот. То есть, о чём мы здесь говорим? Мы здесь говорим о проблемах ребёнка со своим эмоциональным интеллектом. Вот. Мы говорим об этом. Мы говорим о том, что ребёнок борется со своими чувствами. И просто так на ровном месте это не происходит. Если такое случается, значит, вот, у кого-то он этому научился. Необходимо понимать, что для ребёнка это не естественно. Такое поведение. Конечно, могут быть некие медицинские показатели к такому поведению, да. Могут быть его собственные проблемы. Если, ну, допустим, да, если ребёнок уже относительно взрослый и ведёт активную социальную жизнь. Ну, здесь я имею в виду, конечно же, школу. Я имею в виду, конечно же, детский сад. Вот. Хотя в детском саду социальные проблемы более дифференцированы, более опасированы именно ситуацией в семье всё ещё. А в школе вот начинается уже некоторое развлечение, да. То есть в школе начинается история про то, что вот дома может быть всё неплохо, но вот в школе определённые проблемы. Например, ну, просто как вот какой-то первый опыт построения отношений может быть, в принципе, неудачный. Ну вот. Хотя, хотя, даже в этом случае при наличии конструктивной семейной системы можно говорить о том, что в семьях, в принципе, любой конфликт ребёнка способна как-то вот скорректировать, купировать. То есть это при наличии хороших отношений, да. при наличии каких-то вот адекватных связей между членами семьи, это не представляется чем-то таким вот прямо тяжёлым. вот. То есть это представляется вполне себе естественным, потому что, ну, ребёнок как бы он выходит вот в внешний мир, всё подготовлено. Вот. Поэтому что нужно сделать вам? Вам нужно пересмотреть своё отношение, во-первых, к грусти в целом. То есть спросите себя честно, разрешаете ли вы себе грустить? Ну вот, просто вот, как-то, в принципе, и в целом. Вот. Разрешаете ли вы себе грустить? Вот. Как вы себя чувствуете, когда грустите? Отдаётесь ли вы этим переживанием, этим чувством? То есть грустите ли вы свободно или грустите ли вы тайком, украдкой, после чего чувствуете стыд, какую-то фрустрацию, вините себя и так далее. Спросите себя о том, отдаетесь ли вы другому человеку эмоционально. То есть можете ли вы отдаться своим чувствам, каким бы они ни были, кому-то, кто рядом с вами. Может быть это муж, может быть это ваш мужчина, может быть это просто партнёр какой-то. Не так сейчас важно, какой это партнёр. Совершенно не так это важно. Это может быть даже деловой партнёр, это может быть кто угодно. Но отдаетесь ли вы чувством рядом с ним. Вот если вы не отдаетесь, если вы ничего этого не делаете, вот вам уже потенциальная причина, по которой ребёнок так себя ведёт. И мне бы очень не хотелось, чтобы вы совершали классическую такую, можно сказать, ошибку родителя, когда начинают лечить ребёнка. Я всегда говорю, что проблема ребёнка это отражение его родителей. И даже если ребёнку удаётся помочь, даже если для ребёнка удаётся что-то сделать, вот. Даже если удаётся ребёнка как-то вот вывести на более, что называется, ну такую, на более конструктивную модель, да. Всё равно ребёнок возвращается в семью, возвращается в структуру своей семьи. И если в этой структуре, если в этой структуре семьи продолжается какая-то дисфункция, то, в общем-то, происходит неминуемый откат обратно к прежней модели поведения. Потому что только так ребёнок может выжить. Если мы, например, говорим, что нужно открыто выращать свои чувства, и если мы научаем ребёнка, допустим, в максимально, ну, безопасной, скажем так, среде это делать, то, вернувшись в семью, где этого вдруг не делают, как ребёнок выживет? Как ребёнок будет общаться с родителями? Если его каждый раз, например, когда он будет выражать свои чувства, если он будет делать что-то нетипичное для своей семейной системы, его будут, скорее всего, ну, скорее всего, его будут порицать, скорее всего. Вот. Это, на мой взгляд, основная проблема, которая может иметь место быть. То есть, это проблема того, когда родители пытаются, вот, значит, ну, как бы что-то сделать с ребёнком, да, но при этом, в общем-то, сами меняться не собираются. Это вот, на мой взгляд, основная ошибка, такая вот, можно сказать, когнитивная и довольно распространённая ошибка среди родителей, которые, в принципе, могут добросовестно пытаться решить проблему своего ребёнка, добросовестно хотеть ему помочь. Ещё один важный аспект заключается в том, какую выгоду получает ребёнок, придерживаясь такой модели поведения. То есть, что ребёнок получает, если он скрывает свои чувства, какую выгоду ребёнок получает. Ну, например, вы замечаете, что ребёнку плохо, но он ничего не говорит. Он ничего не говорит. Он скрывает. И вы чувствуете вину перед ребёнком, что ему плохо, а он молчит. А когда вы чувствуете вину, и если вы чувствуете свою вину, ребёнок это считывает. Считывает он это достаточно хорошо, вот, достаточно чётко и получает для себя возможность как-то вами манипулировать. То есть, если у вас возникает чувство вину, ребёнок вами с карейцево манипулировать, с карейцево повторясь. Вот, поэтому здесь ситуация, ну вот, она, скажем так, очень плотно связана с взаимодействием. То есть, с тем, как я взаимодействую с сыном, ну вот, со своим ребёнком. Да? Вот. Иными словами, как бы, ну, если вот мы говорим простым языком. И, соответственно, без понимания какой-то выгоды, без понимания того, что ребёнок получает, благодаря вот такой модели, скажем так. Да, да, вряд ли можно говорить о какой-то коррекции. Вот, прямо же там. Если вы пытаетесь помочь своему ребёнку, если вы пытаетесь сделать для него всё, что вы сейчас делаете из чувства вины, то ребёнку не выгодно менять свою модель поведения. Потому что, пока вы чувствуете себя виноватой, например, он может что-то получать для себя. Вот. И, соответственно, будет оставаться в этой модели. Даже если она для него тяжела. Вот. Очень часто бывают такие случаи, когда то, что вы описываете становится возможным по причине, скажем так, часто конфликтов взрослых в это время. То есть у ребёнка как-то вот складывается в памяти, что вечер, ночь – это время неопределённости, это время, когда может случиться что-то не очень хорошее. Вот. И, соответственно, нужно в данном случае посмотреть на опыт человека. Что происходило с человеком? Что с ним происходило? Были ли какие-то трагмирующие эпизоды в его жизни, происходящие примерно в это время? Да. И, соответственно, тут уже можно, конечно, использовать детскую психологию, тут можно уже использовать приёмы для работы с детьми. Вот. В частности, игра. Терапия достаточно хорошо, ну, как бы, достаточно хорошо помогает понять, раскрыть то, что с ребёнком происходит. Да? Вот. Какие-то ещё могут быть приёмы использоваться. Например, арт-терапия тоже работает неплохо. Если ребёнок достаточно уже взрослый, то есть имеется в виду, если ему старый, если ему больше пяти лет, вот, то в таком случае может использоваться клиент-центрированная терапия, например, для того, чтобы вывести человека на волнующие его. Аспект. Вот. Конечно, хотелось бы больше информации, вот, но в заключении я вам скажу следующее. Самое худшее, что вы можете сделать сейчас для, собственно, ну, вот, для своего ребёнка самое худшее, что вы можете сделать, это начать на это обращать внимание. начать с ребёнком об этом говорить, фиксировать, фиксировать его на вот этом моменте. Чем больше происходит фиксация, чем больше происходит фиксация, внимание ребёнка на чём-то, тем больше он получает риск застрат. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы продемонстрировать ребёнку, как нужно обращаться с ребёнком. своей грусти. Грусти. Продемонстрировать ребёнку, как вы справляетесь с этой проблемой через, повторюсь, это очень важно, через непрямую коммуникацию. Потому что прямая коммуникация, возможно, будет для ребёнка слишком тяжёлой. вот. За счёт её многопредметности и за счёт невозможности фокусировать своё внимание, ну, на конкретном предмете. вот. Вот. Как если бы это сделал взрослый, например. То есть, если взрослый может, вот, значит, ну, как бы, фокусировать внимание, ну, вот, на конкретном, скажем так, проблеме. Да. Только ребёнок этого может не сделать. По причине, ну, слабости его, его когнитивных функций. Вот. Поэтому этот аспект стоит учитывать. При этом я ни в коем случае здесь не говорю про ложь и враньё. Вот. Я ни в коем случае здесь не говорю про обман. Ни в коем случае. Я здесь говорю исключительно про направленность. Очень важно, чтобы вы были направлены в первую очередь на себя и во вторую очередь только на ребёнка. не наоборот. Понимаете? Для этого, конечно, вам нужно будет поработать над собой, чтобы, ну, адекватно к этому прийти, чтобы адекватно это реализовать. Сейчас я, честно говоря, вот, не думаю, что у вас такая способность есть. Вот. Вот. Я не думаю, что, честно говоря, сейчас у вас, ну, есть, вот, такой навык, к сожалению. Вот. Поймите. Поймите. Поймите меня. Пожалуйста. Правильно. В данном случае. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И. Удачи. Продолжение следует...